Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами поговорим о том, сколько длится брожение вина. Часто вы задаете мне такой вопрос, у меня вино несколько дней побродило, вроде уже весь сахар выбродил, что мне дальше делать? Нормально это, либо ненормально? Вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Первое, что хочется отметить, как и во всем процессе винодели, у нас нет и никогда не будет четких цифр. Чтобы мы сказали, оно бродит, например, 3 дня, 5, неделю, 2. Ну, какую-то четкую цифру. Почему? На процесс брожения влияет очень и очень много факторов. Первое, это, конечно, сами дрожжи, которые там находятся. Неважно, дикие, культурные, все равно в зависимости от того, какие дрожжи там и сколько их там попало, какое количество, процесс будет разниться чуть позже, я вам покажу. Это на наглядном примере. Какое сусло? Сколько сахара? Если сахара больше, сусло высокосахаристое, оно будет бродить долго. Если сахара немного, оно будет бродить легче и быстрее. Следующий момент наличие в сусле других питательных веществ, факторов роста, необходимых для дрожжей. Это и азотистые вещества, и много там чего другого. То есть в зависимости от того, сколько этих веществ, тоже скорость брожения будет разным. Так, например, белые вины, за счет того, что мы много там чего осветляем и убираем, они бродят гораздо хуже, чем вина красный и медленнее. Температура окружающей среды тоже будет влиять. Если температура выше, до определенных пределов, вино будет бродить быстрее. Если температура ниже, тоже до определенных пределов, вино будет бродить медленнее. Но потом может вообще остановиться. Кроме того, влияет постоянство самой этой температуры. Так, например, если у вас было тепло, ну вот сейчас осенняя погода, большие перепады день-ночь. И было, например, днем 16, условно, еще там где-то оно стоит, там где солнышко попадает, да, ночью пришла температура 2 градуса. Конечно, такие перепады, они тоже будут влиять на процесс брожения. Нам надо понимать, что брожение, оно тоже подразделяется на несколько этапов. Да, многие авторы выделяют бурное брожение и тихое брожение. Что понимается под тихим брожением? Это спиртовое замедленное, либо яблочно-молочное? Ну, не всегда понятно. И, повторюсь, разные авторы, особенно на каких-то таких популярных сайтах, очень по-разному понимают эти процессы. Мы с вами говорим о том, что есть брожение спиртовое, когда сахар перерабатывается в алкоголь. В нем участвуют дрожжи. И брожение яблочно-молочное. Яблочно-молочное брожение – это то брожение, в котором принимают участие бактерии, и они перерабатывают более агрессивную яблочную кислоту в молочную. Таким образом, спиртовое брожение, оно тоже сначала, оно бывает бурным, бурно выделяется пена, все такое идет активно. Потом, когда у нас сахаров остается мало, оно начинает замедляться. Но еще идет спиртовое брожение, еще идет переработка сахара в спирт. И если у нас сусло высокосахаристое, то вот эта вот вторая часть более медленно, она будет более долгая. Потому что в тот момент дрожжам уже достаточно тяжело перерабатывать этот самый сахар, когда появляется другой ограничивающий фактор – алкоголь. И когда весь сахар выбраживает, хотя иногда этот процесс может идти параллельно, начинается яблочно-молочное брожение. Процесс переработки яблочной кислоты в молочную, повторяю, который также сопровождается выделением углекислого газа, но его выделение не настолько бурное, как выделение углекислого газа, которое происходит при спиртовом брожении. Ну, а длительности, повторюсь, в зависимости от различных факторов. Спиртовое брожение может идти от 3-4-5 дней, да, а бывает, что так быстро дрожжи все поедают, до 2-3 и даже 4 недель. И яблочно-молочное, которое тоже может пройти достаточно быстро, в зависимости от тоже различных условий, от содержания той же яблочной кислоты, от других факторов, от состава самого сусла. И вот это самое яблочно-молочное брожение тоже, оно может идти достаточно быстро, оно может даже пройти практически параллельно со спиртовым. А может идти достаточно долго, 2-3-4 месяца, такое вот очень-очень медленное брожение, которое все никак не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается. Как правило, это яблочно-молочное брожение. Определить, какое именно идет, ну, достаточно просто, померяя сахар, если сахара нету, а вино играет, вино бродит, значит, у вас идет яблочно-молочное брожение. Ну, а теперь конкретно к примерам. Смотрите, это моя закваска, мой эксперимент. Я специально делала высокосахаристое сусло, чтобы посмотреть, насколько все-таки выбродят дикие дрожжи. Пока оно еще бродит, прошел месяц. Почему я вижу, что бродит? Ну, во-первых, есть остаточная сахара, во-вторых, немножечко вот будет видно на камеру, хотя оно не очень хорошо фокусируется, ну, видно пузырьки. Вот они, пузырьки идут по поверхности сусла, это говорит о том, что дрожжи еще работают. Вот, смотрите, дальше, пример, 3 сусла. На фоне батареи для тех, у кого уже потянулась рука, написать, что, ай-яй-яй, у вас все стоит возле батареи, батареи сейчас не работают. И вот у нас 3 разных сусла. Значит, вот этому суслу 20 дней. Смотрите, затвор развернулся уже в обратную сторону, и видим поверхность. Поверхность абсолютно гладкая, там нету ни единого пузырька, ничего. Все, здесь процесс уже нормально завершился. Рядышком сусла. Вот это сусло было поставлено раньше, чем вот это, дней на 10. И посмотрите, сейчас он даже булькнет. То есть оно еще бродит. Посмотрите на поверхность, да, они большие, но пузырьки, они есть. И это то, на что вы можете ориентироваться. И третье сусло, оно совсем недавно поставлено, видите, пена. Пена может быть еще больше. Сначала она покрывает всю поверхность, потом со временем она становится реже, реже, собирается только по краям и там внутри. То есть это нормально. И смотрите, почему такая разница между этим и этим суслом. Сахар был там практически одинаковым. Но вот это сусло изначально забраживало на своих дрожжах. Я с ним не делала ничего. А в это сусло я добавила закваску. Ту, которую я сама же сделала с моих же диких дрожжей, но их попалось там гораздо большее количество. Да, они уже были в стадии активного размножения. И такие я внесла в сусло. Все, и вот оно быстрее завершило все процессы. Видите, а здесь еще идет. Хотя, как бы, по сахару, например, все было одинаково. Температура брожения тоже была одинакова. Но, тем не менее, вот вам разница. 10 дней между ними, и вот это еще бродит. А это уже все. И вот я вам показала разные сусла, которые бродят с различной скоростью. Поэтому ориентироваться на какие-то сроки достаточно сложно. Если говорить о каком-то среднем по больнице, то от нескольких недель до нескольких месяцев может длиться брожение вина. В зависимости от всего того спектра факторов, которые я вам сейчас перечислила. И если вас смущает, что ваше сусло выбродило либо слишком быстро, либо оно бродит слишком медленно, то если слишком быстро, вам надо знать два показателя. Первоначальный сахар и конечный. Если первоначального сахара у вас было достаточно для необходимого вам процента алкоголя, и сейчас показывает, что весь сахар выбродил, все нормально, просто процесс прошел, да, вот так вот бурно и так быстро. И если брожение идет слишком долго, по вашему мнению, тоже ничего страшного в этом нет. то просто создались такие условия, в которых ваше сусло будет бродить более продолжительное время. Притом вспоминаем то, о чем я говорила вам буквально пару минут назад, что есть брожение спиртовое, а есть еще яблочно-молочное. Соответственно, идет процесс, пусть идет. Идет он несколько месяцев, да, пусть идет несколько месяцев. Но даже для сравнения, в прошлом году все было гораздо длительнее, и все было гораздо длиннее. В этом году мои сусла выбраживают гораздо быстрее, чем в прошлом. То есть в этом году это приблизительно месяц, в прошлом было два, даже три почти. То есть вот разница даже в разные годы на одних и тех же сортах получается по-разному. Поэтому волноваться не надо и ориентироваться на это не надо. Вам надо ориентироваться на то, закончился процесс, либо нет, сахара хватало, либо нет. Для этого есть приборы, для этого есть подсчеты. И последний, скажем так, вопрос, да, стоит ли что-то ускорять, либо замедлять. Ну, с замедлением несколько проще, если нам надо замедлить. И процесс очень бурный, когда особенно на начальном этапе пена аж прет, там все проще. Там можно снять один раз с осадкой, несколько брожения замедлить. Это нормально, но ускорять я бы не советовала. Если положено, чтобы процесс шел медленно, значит, пусть он идет медленно. Вы запасайтесь терпением, а суслу не мешайте. Так и должно быть. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов и награды. И мой контакт. До новых встреч!